здравствуйте сегодня мы с вами сканируем слайды сканировать будем два варианта слайды уже разрезанные на кадре ки вставленные в рамки и слайды просто только что проявлены еще не разрезанные обращая внимание что разрезанные на кадре ки слайды и не вставленные в рамочку сканировать сложно да и этого мы делать не будем и я вам это не рекомендую рамочку для сканирования слайдов мы сразу пустую укладываем сканер c совмещаем с c обращаю внимание что кладем мы слайды как нарисовано здесь нам надо перевернуть эмульсии наверх и не важно горизонтальная не у вас или вертикальные в данном случае главное что вы кладете зеркально наоборот изображения все готово можно закрывать открываем и переводим его в профессиональный режим программку значит выбираем что у нас тип документа пленка тип пленки позитив обязательно 48 бит да никаких не 24 48 это все таки слайд разрешение но вот я сейчас поставлю 3200 мне нужно в таком разрешении дальше смотрим повышение резкости я обычно всегда оставляю можно сделать высокие если хотите но давайте пока оставим средний вот эти галочки пока не трогаем пока мы не посмотрели что у нас там будет сканироваться да помним что выставим куда куда мы хотим сканировать уж точно не на рабочий стол я сканирую в тифе для того чтобы можно было потом заниматься постобработкой окей и дальше нажимаем просмотр посмотрите пожалуйста он в миниатюрах не смог распознать все кадры ки у нас да это даже не зависит от какой первый или последний просто вот более менее распознал вот этот поэтому такой вариант миниатюр да нам не годится будем смотреть в нормальном варианте нажимаем кнопочку нормальный вот видите да мы видим все слайды он сканирует и даже на просвет рамочки которые у нас на просвет вот выбираем то что нам надо сканировать выделяем нажимаем кнопочку масштаб и уже когда у нас это все увеличено в масштабе мы можем как-то это редактировать таким образом но здесь в принципе по цветам все хорошо может быть имеет смысл подправить экспозицию вот обращаю внимание что когда сканирует позитивы в настройках тональных кривых он уже автомат не делает здесь ничего сбрасывать не надо но посмотрите вроде он не сильно мусорный но тут есть какие-то мусоринки есть какие-то мусоринки значит можно поставить нам еще digital айс технологии восстанавливать цвет здесь не надо нет смысла мы уже на следующем поиграемся цветом итак сканируем вот посмотрите практически весь мусор убрал получилось вот так вот сразу скажу что мы можем сразу сканировать несколько если мы вернемся в миниатюры мы можем обозначить обозначим и здесь еще обозначим тогда мы можем сканировать сразу то есть мы можем каждый редактировать потом нажать все все у нас будут выделены вот и мы можем сканировать все сейчас вернемся к сканированию пленки еще не вставленной в рамочки по шесть кадриков режем как обычно как обычную негативную пленку и вставляем в рамочку как показано на картинке эмульсии вверх и кверх ногами как обычно мы это делаем с негативной пленкой тут ничего нового тут все то же самое и потом как обычно укладываем сканер совмещая буковку а буковкой а на всякие мусоринки подубираю ну что пленки вставлены и мы нажимаем просмотр здесь ему легко распознать миниатюрки но возьмем примеру для сканирования все что мы не будем сканировать я сниму галочки что будем сканировать давайте вот этот плохой по цветокоррекции сейчас оставим вот этот вот его и будем сканировать увеличиваем двойным щелчком смотрим смотрим мусора куча желтизна жуткая ну и начнем как бы исправлять открываем цветовую палитру берем пипетку и наверное будем исправлять какой цвет давайте зеленый будем убирать оттуда зеленый вот здесь этот цвет он будет посредине палитры нам надо немножечко убрать желтого да весь засинить да немножечко даже сторону пурпура ну давайте вот так вот это уже много тоже надо как-то назад вернуться ну вот каким-то таким то есть мы выбираем похожие цвета мы корректируем сейчас пляшем от зеленого вот так вроде ничего все-таки мне кажется пор про много может быть даже еще вот такое вот она зеленовастенькая отлично экспозицию подправим так сильно тоже не хочется поэтому сканировать мы будем в два раза один раз все вот то что в тенях а другой раз будем вытаскивать то что в цветах сейчас сканируем для того чтобы у нас было все хорошо в тенях ну наверное где то как то так все этот кадр у нас есть возвращаемся к миниатюркам только на нем галочка и нажимаем сканировать тут уже сканирует быстрее потому что я диджитал айс не проставляла галочку вот вот он у нас здесь видите более-менее ничего не попавший в экспозицию кадр а здесь посмотрите у нас куча мусора сейчас мы еще раз его отсканируем и будем работать для для неба то есть будем восстанавливать небо здесь у нас мусора практически нет мы опять его корректируем небо посинее то есть мы начало на экспозицию подправим делаем поплотнее по небу поверьте уж там на море небо синяя а здесь на слайде его нет потому что был переэкспонирован кадр и синяя плохо отобразилась теперь можно например синяя сделать синим до цветокоррекции что мы все это подсиним и еще его сделать синее вот может быть даже как то так уже похоже на небо обязательно включим технологию которая убирает нам весь этот мусор возвращаемся в миниатюрки и после этого нажимаем сканировать вот так вот практически весь мусор убрали только вот затеки остались но это муж фотошопе уберем предыдущий кадр да здесь вот на солнышко и последующий кадр а дальше мы их просто совместим фотошопе главное главное да что когда вы сканируете ничего не трогать не двигать вашу рамочку а сканировать ровно одну и другую последовательно как стояла ну что мы открыли в фотошопе и наш файл с небом нас прекрасным небом мы просто перетаскиваем на тот где в тенях более-менее ничего методом научного перетаскивания совмещаем этот можно пока закрыть вот он у нас видите два слоя верхний и нижний можно чуть подтереть только поставим прозрачность меньше 50 допустим 40 допустим 40 процентов увеличим кисть которые будем подтирать и потихонечку давайте сделаем покрупнее будет видно да и потихонечку подотрём здесь вот участки где у нас тень опять обращаю внимание что я не у меня резинка всего лишь 40 процентов особенно надо подтереть вот здесь вот и небо у нас голубое и такой как нужен нам берег и тень дальше мы схлопываем слои любым доступным способом и дальше как обычно в фотошопе как мы привыкли любым способом которым мы любим убираем уже оставшийся мусор на небе то что программа не смогла убрать доделываем ручками ну так как это не урок фотошопа да я уж вам всяких нюансов тут говорить не буду уроков фотошопа в интернете навалом это просто как привести слайд божеский вид ну вот как-то примерно как-то так дальше уже постобработка как какая вы хотите я вот люблю еще притемнить уголочки так виньет очка сделать ну вот ваш слайд готов на этом прощаюсь спасибо за внимание смотрите нас на канале окно спб